Добрый день, друзья! Сейчас мы снова будем читать сказку Биянки. Сова называется. Сидит старик, чай пьёт, не пустой пьёт, молоком белит, летит мимо сова. Здорово, говорит друг, а старик ей, ты сова, отвечает, ты сова. Сова, отчаянная голова, уши торчком, нос крючком, ты от солнца хоронишься, людей сторонишься. Какой я тебе друг, рассердилась сова. Ладно же, говорит старый, не стану по ночам тебе на луг летать, мышей ловить, сам лови, а старик. Видишь, чем пугать вздумала, улетай, пока цело. Улетела сова, забралась в дуб, некуда из дупла, никуда из дупла не летит. Смотрите, какие у неё глаза и нос такой крючком. А совы по ночам не спят, они мышек ловят и защищают поля, чтобы урожай мышки не ели. А она обиделась. Ночь пришла. На стариковом лугу мыши в норках сидят, перекликаются. Погляди-ка, кума, не летит ли сова? Отчаянно голова, уши точком, нос крючком. Мышь мыши в ответ. Не видать совы, не слыхать совы. Нынче нам на лугу раздолье, нынче нам на лугу приволье. Все обрадовались, кувыркаются, радуются, смотрите, прыгают. Мыши из нор поскакали, мыши по лугу побежали. А сова из дупла. Хо-хо-хо, старик, гляди, как бы хода не вышло. Мыши-то, говорит, на охоту вышли. А пускай идут, говорит старик. Чай-мыши не волки, не зарежут тёлки. Мыши по лугу рыщут. Шмелиные гнёзда ищут. Землю роют, шмелей ловят. А сова из дупла. Хо-хо-хо, старик, гляди, как бы хуже не вышло. Все шмели твои разлетелись. Видите, бегают и шмелей гоняют. А сова обиделась на старика. Не идёт, не ловит мышей. Они рады, развеселились. А пускай летят, говорит старик. Что ж с них толку? Ни мёду, ни воску. В алдыри только стоит на лугу ковёр. Стоит на лугу ковёр. Кормовистый головок земле висит. А шмели туда. С луга прочь летят. На ковёр не глядят. Цветень с цветка на цветок не носят. А сова из дупла. Хо-хо-хо, старик, гляди, как бы хуже не вышло. Не пришлось бы тебе самому цветень с цветка на цветок переносить. А ветер разнесёт, говорит старик. И сам в затылок скребёт. По лугу ветер гуляет. Цветень на земь сыплет. Не попадает цветень на цветки. Со цветка на цветок не родится клевер на лугу. Не по нраву это старику. А сова из дупла. Хо-хо-хо, старик, корова твоя мычит, клеверу просит. Трава, слышь, без клеверу. Что каша без масла? Молчит старик, ничего не говорит. Видите, все шмели улетели. А они прыгали с цветочка на цветочек и опыляли цветы. А теперь раз улетели и не стало. Их и клевер тогда не может опылиться. Всё в природе взаимосвязано. А клевер очень любит кушать коровы. И потом молочко хорошее дают. Была корова с клевера здорова. Стала корова тащать. Стала молока сбавлять. Поило лижет. А молоко всё жиже да жиже. А сова из дупла. Хо-хо-хо, старик, говорила я тебе. Придёшь ко мне кланяться? Старик бронится. А дело-то не клеится. Сова в дупле сидит, мыши не ловит. Мыши на лугу рыщут. Шмелиные гнёзда ищут. Шмели на чужих лугах гуляют. А на стариков луг не заглядывают. Клевер на лугу не родится. Коровы без клевера тащают. Молока у коровы мало. Вот и чай белить. Старику нечем стало. Нечем стало старику чай белить. Пошёл старик сове кланяться. Уж ты, совушка, вдовушка, Меня из беды выручай. Нечего стало мне старому. Белить чай нечем стало. А сова из дупла глазищами. Луп-луп ножищами. Туп-туп. Вон какая сова большая. А мышки, как увидели её, прыг все в норке. Испугались. Спрятались. Дота, говорит, старый. Дружно, не грязно. А брось, хоть брось. Думаешь, мне это легко без твоих мышей. Простила сова старика. Вылетела из дупла. Полетела на луг. Мыши ловить. Мыши со страху. Прыгнули в норки. Шмели загудели. Над лугом потянулись к цветкам. Со цветка на цветок летают. Клевер красный стал на лугу наливаться. Корова пошла на луг клевер жевать. Молока у коровы много. Стал старик молоком. Чай белить. Чай белить. Сову хвали. К себе в гости звать. И уважать. Смотрите, какой красивый клевер. Так вот прыгают шмели с цветочка на цветочек. И отпуляют. И ромашки тут. Какой красивый луг. И ласточки полетели. Коровки обрадовались. Вкусная травка у них. Всего вам доброго. А сейчас до свидания. Подписывайтесь на канал. И ставьте большой палец. Жду ваших комментариев. КОМЕНТАРИИ.